Прошу всех встать! ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дорогие друзья, я очень рада и горжусь тем, что мне сегодня посчастливилось стать участником такого замечательного события. Это празднование Дня лицеиста в лучшем образовательном учреждении Кузбасса, которое по праву носит красивое название «Классический лицей». И я хочу сказать о том, что меня действительно очень много связывает с лицеем, хотя я не была ни преподавателем этого лицея, ни его учащейся. Просто каждый год я с нетерпением и с волнением ожидаю, сколько в этом году будет победителей призеров регионального и заключительного этапа Олимпиады. И я знаю, что лицей нас никогда не подведет. Я всегда уверена в том, что из стен лицея выйдут обязательно ребята, которые наберут 100 баллов на ЕГЭ. И поэтому я хочу сказать огромные слова благодарности прежде всего педагогам лицея за их титанический труд по воспитанию элиты, школьной элиты нашего Кузбасса. Хочу обратиться к ребятам. Дорогие ребята, и те, кто уже лицеисты, и те, кто сегодня дадут клятву лицеистов, у вас есть уникальная возможность внести свой личный вклад, оставить свой след в системе кузбасского образования. Пускай это будут научно-практические конференции, или победы в Олимпиадах, или результаты ЕГЭ. Самое главное, что здесь для вас созданы все условия, чтобы вы могли раскрыть себя и показать, на что вы способны в хорошем смысле. И особые слова, конечно, к родителям. Уважаемые родители, я знаю, что только благодаря вашей поддержке, прежде всего моральной, лицея у нас процветает. И действительно, это очень важно, когда в лицее создан целый коллектив единомышленников. Это педагоги, это родители и это ребята. И хотелось бы пожелать дальнейшего процветания, потому что лицей каждый год становится победителем различных всероссийских международных конкурсов. И в этом году также вошли в топ-500 пять наших учреждений. И, конечно, традиционно, то есть без каких-либо сомнений, городской классический лицей в этом списке на первом месте. И поэтому не случайно каждый год по возможности мы всегда оказываем любую поддержку лицея и нашим ребятам и педагогам. Спасибо вам большое. Большое спасибо, Марина Петровна. А сейчас на эту сцену мы приглашаем Ходанин Людмилу Алексеевну, доктора филологических наук и профессора Кемеровского государственного университета. Я хочу поблагодарить уважаемых преподавателей вас за большую честь, чтобы присутствовать на этом замечательном празднике. И начать, конечно, хочется с поздравлений, уважаемые педагоги, замечательные педагоги, некоторые из них любимые мои педагоги, мои дипломники, которые сейчас так плодотворно работают здесь, в лицее, выпускают замечательных ребят с прекрасными знаниями. Поздравляю вас, уважаемые лицеисты, с Днем лицея, ежегодным, большим, настоящим, можно сказать, российским и историческим праздником. Поздравляю и ребят, которые только пришли в лицей, только сегодня будут посвящены в лицеисты. Пусть этот день запомнится вам на всю жизнь. И этот день действительно праздник российский. И я позволю себе напомнить вам, что много-много лет назад, в 1811 году, по проекту Спиранского, лицей был открыт, и ему было присвоено имя лицей, которое вело очень далекую традицию в глубину культуры европейской. К античности, к Аристотелю, к его знаменитому ликею, который растил философов, который растил умы античности. Вот с какой замечательной традицией, ребята, связан ваш лицей. И Пушкинский лицей, который в России, конечно, эту традицию подхватил, Пусть будет всегда для вас такой замечательной, вспоминающейся, прекрасной порой в нашей культуре и истории, когда лицей стал, первый выпуск лицея, стал школой, из которой вышли прекрасные люди, прекрасные деятели нашей культуры, государственности. Лицей, в котором вырос Пушкин. Лицей, о котором Пушкин помнил всегда, начиная с момента поступления в 11-м году и заканчивая последними днями своей жизни. Ведь секундантом Пушкина на дуэли был его друг Донзас, Константин Донзас, который проводил потом Пушкина последний путь. Лицей связан всегда с самыми лучшими надеждами юности. И Пушкин много об этом писал, много говорил, много вспоминали его друзья о том, что лицей – это была школа жизни, школа наук и школа дружбы. И если мы вспомним выпускников Пушкинского лицея и вспомним задачи, которые организаторы лицея Малиновский, Энгельгард ставили перед собой – служить на благо Отечества. Тогда не говорили слово «Родина», а говорили «Отечество». И вот это слово проходит в стихах Пушкина, посвященных лицею, которые вы хорошо знаете. Помните, нам целый мир чужбина, Отечество нам царское село. И какие замечательные люди вышли из этого первого выпуска. И друзья Пушкина-литераторы, и Личевский, с которым он соревновался, Антон Дельвик, которого Пушкин нежно любил, Вильгельм Кехельбекер, с его тяжелым стихом, над которым подсмеивались лицеисты, и как обнялся с ним Пушкин, когда встретил его, когда везли его в Шлиссербургскую крепость. Такие прекрасные оставлены воспоминания Пущина о том, какой атмосферой дружбы был наполнен лицей, Как любили лицеисты собираться ежегодно 19 октября. Это они заложили эту традицию. Это с ними связан тот праздник, который празднуют в России, наверное, все лицеи сейчас. Ведь у нас их много в России. Это день лицея, день прекрасных воспоминаний, прекрасной традиции. И мне хотелось бы, чтобы эта традиция всегда жила в вашем лицее. Чтобы из стен лицея выходили замечательные выпускники, готовые служить Отечеству, готовые любить Отечество. Не покидать его, а оставаться. Чтобы те знания, которые получены были, были отданы ему, великому нашему Отечеству. Поздравляю вас. Желаю вам успехов. Рада за те успехи, которые уже совершил, которых добился лицей. И хочу, чтобы лицей в ваших сердцах жил вечно. Поздравляю. Спасибо вам, Людмила Алексеевна. Дорогие гости, уважаемые преподаватели и главные виновники торжества лицеисты. Внимание! Праздник начать! Дорогие гости, уважаемые преподаватели и главные виновники торжества лицей. Порой не разобрать, кто сегодня герой. Быть лицеистом стремиться вперед, тот лицеист, да все от жизни берет. Любую минуту с интересом прожить, к новым идеям путь проложить. Все в лицее мы едины, не утратим сердца силы. Вместе мы пройдем преграды, дружба будет нам наградой. В нашей жизни то и тело пламя верности горело. Наше братство сохранится, и оно нам будет сниться. Вечную дружбу в лице найдем, друга не бросим, мы к цели дойдем. Мы вызываем судьбу на дуэль, наш общий корабль не сядет на мель. Скорые слоги смешны и пусты, нам только светлые чувства важны. И неизменно во все времена, только любовь к миру в праве должна. Все в лицеем мы едины, не утратим сердце силы. Вместе мы пройдем преграды, дружба будет нам наградой. В нашей жизни то и тело пламя верности горело. Наше братство сохранится, и оно нам будет сниться. Лицеисты, в этот исторический день на наших плечах лежит тяжелый груз ответственности. К нам поступили восьмиклассники. Мы готовы принять их в свои ряды. Готовы! К нам поступили восьмиклассники. Субтитры создавал DimaTorzok В далеком 1811 году, 19 октября, в день, когда открылся самый известный лицей в России, императорский царско-сельский лицей, с неба упала звезда. И тогда первые лицеисты загадали желание узнать, в чем кроется секрет уникального и несравненного места – секрет лицея. И во сне они узнали тайну. Среди нас есть хранители снов, которые оберегают эту тайну до сих пор. Они знают, что лицейская жизнь стоит на четырех китах. Итак, сегодня, в 2014 году, 203 года спустя, мы увидим их сны и узнаем, на каких же именно китах держится лицей. Дорогие восьмиклассники! Вы главные участники нашего праздника! Это ваш первый день лицеиста! И после него вы будете носить почетное и ответственное звание лицеист. Но мы должны быть уверены, что вы его достойны. Ведь те заветные сны должны видеть только избранные ребята. Поэтому вам следует пройти еще одну проверку. Проверку от лицейского братства. И первыми на сцену по традиции приглашается восьмой А-класс! Субтитры подогнал «Симон»! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Значит, вы поступили. Сомневаюсь, что вы стали настоящими лицеистами. Настоящий лицеист может найти общий язык с любым человеком. Умеет дружить. Через годы после окончания лицея настоящие лицеисты стремятся из разных городов и стран навстречу друг с другом. Сумеете так? Мы докажем, насколько мы дружны. И вы нам поверите и измените свое мнение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, дружить вы умеете. Только вы гуманитарии. Точные науки не ваша, а настоящий лицеист обладает глубокими знаниями по всем предметам, может решить любую проблему. А мы уверены в своих знаниях. Мы хоть и филологи, но точные науки нам не страшны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добрый день, дорогие зрители! С вами Дина Канделаки на шоу «Самый умный лицеист 2014 года». Играют четыре представителя от лицея. Восьмой А. Восьмой А. Восьмой А. А также восьмой А. Итак, начинаем с восьмого А. Вопрос из области химии. Химия – это одна из важнейших обществных властей «Свознание наук о веществах. Назовите порядок расположения электронов на энергетических уровнях, атома углерода». Порядок необходим глупцам. Гении же властвуют над хаосом. Эти слова лежат великому ученому А. Альберту Эйнштейну. Продолжим. Теперь проверим ваше знание в математике. Математика – это наука о структурах порядка и отношениях, которые исторически сложились на основе операции подсчета и измерения и описания формы объекта. Назовите квадрат числа 8.4.766.149. Цифры не столь важны в нашей жизни. Гораздо хуже, если человек заключает себя в рамке так называемую клетку. Возьмем в пример произведение Антона Павловича Чехова «Человек в футляре». Герой данного произведения боится окружающего мира. Страх перед реальностью губит людей. Теперь вопрос из области физики. Физика – это наука о природных явлениях. Назовите все агрегатные сцены ртути и их функции. Состояние. Эмоциональное состояние зависит не только от выполняемых действий, но и от музыкального произведения, фильма или же книги. Книга – самый лучший и верный друг человека во все времена. Книга никогда не предаст. Книга всегда скажет правду. И, наконец, восьмой А. Вопрос из области географии. География – единый комплекс наук изучения географической оболочки земле. Основными объектами изучения географической науки являются геосфера и геосистема. В какой части света расположена Англия и кем морями она умывается? Город Лондон прекрасен, особенно в дождь. Ни жесть для него ни преграда, ни кепка или корона. Лишь у тех, кто зонты производит, есть в этом климате шансы захвата трона. Серед днем, когда вашей спиной настичь, даже тень не в силах и на исходе деньги. В городе, где как не темней кирпич, молоко будет вечно белеть на сырой ступеньке. Можно, глядя в газету, столкнуться со статьей прохожим, попавшим под колесо. И только найдя абзац о том, как скорбит родня, с облегчением подумать – это не про меня. А теперь музыкальный подарок нашим победителям от восьмого А. Лицей Лицей – это песня для тебя. Лицей 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 Никогда не открывали завесу тайны перед простыми и неподготовленными людьми. Хранители показывали сны, только убедившись, что лицейст может разгадать и понять сон правильно. Но мы убедились, что ребята достойны увидеть еще один сон. Спасибо вам, восьмой А. Хорошо. Лицейская жизнь стоит на четырех китах. Первый кит — это блестящий ум, это волшебные интеллектуальные возможности, это то, благодаря чему выпускники достигают высот по всему миру. Блестящие интеллектуальные возможности лицейстов стали уже легендой. Ну, хранители, пора! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Куала Лумпорт Субтитры создавал DimaTorzok Никаких страшилок День легенд День легенд И там когда-то учился мальчик, которому в детстве няня рассказывала русские сказки и былины. Он всегда удивлялся, как можно так красиво изобразить дикий лес, что будет казаться, будто вот и ты там вместе с бабой-ягой и лешей. Уже тогда он понял, что страстью всей его жизни будут слова. Когда он попал в царство мудрости, он все больше и больше узнавал о словах. Он восхищался красотой и могуществом русского языка, ставил себе в кумир Державина, Пушкина, Лермонтова. Он мечтал усовершенствовать родной язык. Как человек целеустремленный, он создал свой труд и придумал свои законы грамотности. Он изложил их в прекрасной книге о русском правописании. А я слышала, что два таких дома было. Про них еще стихи, картины писали, песни пели. Ведь невозможно не сказать про великие умы. Там такие люди были. Когда-то в этом доме учился мальчик. Он смотрел на небо, и его разум поднимался все выше и выше, туда, к облакам. И наполнялся грезами обескрайней ослепительно-белой равнине, залитой солнечным светом. Время шло. Мальчик рос и из энергичного юноши превратился в отважного мужчину. Но он не покинул свои мечты. Все так же его сердце томительно наполнялось ожиданием чего-то большего, каждый раз, когда он глядел на облака. И вот он решил действовать. Он собрал верных друзей. И вместе они построили аппарат, какого еще не видела земля. Страдостат, который бы позволил им покорить величайшие из вершин. Настал день полета. Парашют финальный отчет, и аппарат поднялся в воздух. Самые смелые ожидания сбывались на глазах нашего героя. Они поднялись выше облаков, и перед ним пристала равнина, залитая солнечным светом. Та самая, из его грез. Но, погнавшись с мечтой, команда аппарата забыла про осторожность. Они поднимались все выше и выше, и конструкция, не выдержав напряжения, стремительно рухнула вниз. Память этого человека всегда будет жить в наших сердцах. Ведь он пожертвовал собой ради величайшей мечты человечества. Мечты о том, что когда-нибудь мы взлетим вверх и будем парить в небесах, равные птицам. Сейчас бы такой дом. А я знаю про такой дом. Есть он и сейчас. Конечно, это место отличается от тех, но ведь и мы другие. А ведь в целом все похоже. Да, я тоже слышала. Жил в этом доме один юноша. Восемнадцать раз он одерживал победу в состязаниях ума. И не было равных ему ни на родине, ни в заморских странах. Восемнадцать раз он одерживал победу в состязаниях. Но с дымом сливается песня. Ребята отводят взгляды и шепчет во сне бродяга. Кому-то не позовусь. Но с дымом сливается... Мало сон увидеть, его и разгадать надо. Лицеисты узнали, что в первом сне легенды вовсе не легенды. Это настоящие истории. Истории, говорящие о том, как лицейские умы добивались невероятных высот. Первая легенда рассказывает о выпускнике Сроскосельского лицея. Грот Яков Карлович, легендарный филолог. Вторая легенда. Настоящая история Андрея Богдановича Васенко, выпускника Сроскосельской гимназии, конструктор Сартостата. И последнее. Вовсе не легенда, а история о Юре Волкове, который не так давно учился в нашем лицее. Ты опять нас усыпил? А ведь все равно рассказал, что значит сон. Можно было вообще не показывать. Перестаньте. Благодаря восьмому А я решился сразу все рассказать. Но лицеисты, ребята непростые. Им и доказать нужно. Хорошо. Но в следующий раз будет добр, сделай наоборот. В следующий раз будет. Только если я еще раз увижу блистательных новичков. Один класс, один сон. Конечно. У нас уже готовы такие ребята. Восьмой Б. Приглашаем вас на сцену. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 1 сентября 2014 года. Лицей встречает 8-м классников. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, привет! Я тебя еще с курсов помню. Ты тоже на физмате? Да, привет. И ты поступил? Поздравляю. А где все наши? Тут так много людей. Что же делать? Пошли искать! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Девушки отдыхают. Слово-антоним. Надо же! Никогда об этом не задумывалась. А я все о литературных вопросах размышляю. Ночь, улица, фонарь, аптека. Ничем не хоку? А ведь блог. Нет, это не наши. Это филологи. Пойдем дальше. Согласно народной примете, первым в новый дом надо впускать интернет-кабель. И там, где он ляжет, можно ставить и стол, и кровать, и лампу, и что-нибудь покушать. Точно. А тебе известно, что за рубежом есть софт обычный и пиратский, а у нас обычный и лицензионный. А, это информатики. И фистех. А вы слышали, что в школьной программе появился новый учебник по истории, основанный на реальных событиях? Надо же, никогда бы не подумал. Ну а что вы думаете о российско-американских отношениях? Я думаю, что российско-американские отношения нужно решать комплексно. А комплексно? Это как? А пусть американцы сначала вернут все земли, отнятые у индейцев. Вроде бы это историки. И международные отношения. Девочки, а вы знаете, что такое условный рефлекс? Я думаю, это когда лабораторная собака нажимает на кнопку звонка, а привычный лаборант несет ей пищу. А знаете, что сороконожку назвали так не потому, что у нее сорок ног, а потому что ученый, который открыл, умел считать только до сорока? Да. Как говорится, есть два элемента, которые наиболее часто встречаются во вселенной. Водород и глупость. Хм, это химбио. Да где же наш класс? В чем сила, брат? Ну сейчас говорят, что в деньгах. Многие считают, что в деньгах. А сила, она в ньютонах. Я вот думаю, что летом от тепла дни удлиняются, а зимой от холода укорачиваются. Логично. А вы знаете о последнем изобретении одного из научно-исследовательских институтов? Что за изобретение? Фонарик на солнечной батарее. Весело. Ладно, хватит болтать. Как говорил Станислав Ежелец, когда видишь уравнение Е равно МЦ квадрат, становится стыдно за свою болтливость. Похоже, это наши. Точно, наши восьмое Б. Физики. И математики. Ребята, привет! А давайте познакомимся. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы захотели сделать выпечку красивую и также несколько ребят поделки, также я, сделали поделки к вернисажу. Продолжение следует... 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 Давай поедем в царское село Где птичьих новоселье переклички Нам в прошлое попасть не тяжело Всего лишь полчаса на электричке Если колка в юг и ветром встречным Дрогнувшую память обожгло Хоть во сне, хоть мальчиком беспечным Возврати мне царское село И бегу я в лунный дым по следу Под горбатым мостиком туда Где над черным лебедем и ледой Дрогнула зеленая звезда Дальше, дальше, только б не проснуться Только бы успеть, скорее, скорее Разве ты не можешь вдохновение Легкокрылой бабочке крыло Хоть во сне, хоть на одно мгновение Возвратить мне царское село Бывает так, какая-то истома В ушах не умолкает бой часов Вдали раскат стихающего грома Неузнанных и пленных голосов Мне чудится и жалоба, и стона Сужается, как в этот тайный круг Но в этой бездне шепотов и звонов Встает один, все победивший звук Так вкруг него неоправимо тихо Что слышно, как в лесу растет трава Как по земле идет скотонка и лихо Но вот уже послышались слова И легких рифм, сигнальные звоночки Тогда я начинаю понимать И просто продиктованные строчки Ложаться в белоснежной тетради Мне ни к чему адические рать И прелести легических затей По мне в стихах все быть должно Не кстати, не так, как у людей Когда вы знали, из какого ссора Растут стихи, неведая стыда Как желтый одуванчик у забора Как лопухи и лепета Сердитый окрик, тегтя, запах свежий Таинственная плесень на стене И стих уже звучит Создоровлен, нежим На радость вам и мне Ты выдумал меня Такой на свете нет Такой на свете быть не может Ни врач не исцелит Ни удалит поэт День призрака тебя тревожит И ты пришел ко мне Как бы звездой беду По осени трагической ступая В тот навсегда, навсегда Опустошенный дом Откуда унеслась Тихо в сожженных стаях Без фонарей, как смоль Отчорен не вскивал Глухая ночь вокруг стояла Так вот, когда тебя Мой голос вызывал Что делала, себя не понимала И ты пришел ко мне Как бы звездой беду По осени трагической ступая В тот навсегда, навсегда Хмошу сожженный дом Откуда унеслась Тихо в сожженных стаях Ты выдумал меня Такой на свете быть не может Ни врач, ни исцелит Ни удалит поэт День призрака тебя тревожит И ты пришел ко мне Пришел ко мне В той беду По осени трагической ступая В тот навсегда, навсегда Опустошенный дом Откуда унеслась Стихо в сожженных стаях Ты выдумал меня Ребятам снились лицей-гимназия в царском стиле И одаренные, окрыленные творчеством лицеисты Они поняли, что значит этот сон Второй кит Это творчество Это новые открытия Это способность и необходимость творить Это был мой любимый сон Дали бы еще чуть-чуть поспать Ну хотя бы за это спасибо Восьмой Б Вам спасибо Ха, вы еще не выспались? Ох, не начинай своих шуток Это наша работа Восьмой В Попробуйте нас удивить И тогда узнаете про следующего кита Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Здравствуйте, я Максим. А я, Арина, и мы представляем вам наш новый выпуск «Лицей.Лайф». И сегодня мы хотели бы поговорить о таком важном событии, как День лицеистов. Этот праздник отмечается с 1811 года. Именно тогда, 19 октября, открылся императорский царско-сельский лицей, первое учебное заведение подобного плана. Ого, это было так давно? Представляешь, нам тоже повезло учиться в лицее, и сегодня нас посвятят лицеисты. Волнительное событие. Да, Макс, ты прав, но перед посвящением мы еще должны показать себя. Итак, каждый восьмой класс расскажет о себе перед тем лицеем, представив зрителям визитную карточку. Ребятам пришлось приложить немало сил, чтобы сделать достойные номера. Их долгие репетиции и старания окупятся, потому что сегодня они станут лицеистами. Да, это, несомненно, главная награда. Два восьмой класса уже выступили, и на очереди восьмой век, естественно, научный класс. Давайте посмотрим, что они приготовили для нас. Однажды в лицее случилось такое, поссорились сестры науки. И было их трое, естественных трое, не жали теперь еще руки. Не помнит никто, что случилось тогда, но истина эта простая. Та ссорой была из-за первенства их, до сих пор те плоды пожинаем. Выходит вот химия, гордая штучка, идет она важный вперед. А следом за ней ее верная свита, полок ей всегда поднесет. Здравствуйте! Давайте знакомиться. Я химия. Я богиня всех предметов. У меня 118 элементов. В восьмом В я звезда. Все учат меня. Конечно, все учат химию нашу, конечно, все любят ее. Вся В параллель ее уважает, в ней будущее видят свое. А вот математика следом шагает, и тоже не меньше, как да. Ее же коллеги солидные люди, в очках с мозгами всегда. Ну вы уже все, наверное, поняли, кто я. Я... Математика! Правильно! Я самая главная наука в вашей жизни! Самая классная и четкая наша математика! И сравненно важна она в мире. Все кругом изучают ее, потому что она пригодится в жизни нашей хоть для чего. Ну вот биология бодро шагает за руку со скелетом. Все живое она изучает, холодно зимой и летом. Ребята, что здесь происходит? Вы опять начинаете эти глупые ссоры. Математика, ты зачем химию обижаешь? Потому что я здесь самый главный, а она никто. Не плачь, не плачь, милая, он шутит. Распустили сопли, не поможет. Знаю я все ваши планы, не выйдет меня разжалобить. Я главная и точка. Нет, я. Конечно, конечно, сестрички, вы здесь самые главные. Только я самая нужная человечеству наука. Не ссорьтесь, вы все главные для нас, вы все нужны людям. Например, химия помогает нам исследовать все вокруг. Благодаря ей мы знаем, из чего состоят все окружающие нас предметы. Да, да. А еще исследования в области химии. Химия, ты очень нужна нам. Но химии без математики могло бы и не быть. Математика, ты наше все. Основание точных наук, как язык для общения. Ты нужна нам в жизни. А без химии и математики мы не смогли бы изучать биологию. Для опытов нужны числа из математики, знания из химии. А сама биология это все. Деревья, животные, люди. Поэтому все вы главные. Восьмой В обещает, что мы будем любить вас всех одинаково. Вот и закончились ссоры тогда, когда восьмой В появился. Смогли помирить они этих сестер. Обещаем усердно учиться. В лицерии много звезд невидимо. Посмотри на класс наш удивительный. Это наше время и старание. В лицерии получают знания. Мы растем и учимся стремительно. Мы сжимаем все события. Мы биологи и математики. Скоро будем покорять галактики. Мир удивительный сохраним. Знаем, мы это нас ждет. Ну, а пока мы ночью не спим, Мы ждем, когда время придет. Время, позднее время, Недетное время. Нам надоели Мишки в потери. Дайте совета. Нам хочется дело. Мы тоже хотели Учиться в лицерии. Крутые недели. Столовки кисели. Мучить скелеты. Летать на ракете. Решать теоремы. Мы все усмели. Придет наше время. Время придет. Время придет. Время придет. Время пришло. Знаешь, где ты только не был. И что бы ты ни делал, Всегда найдется кто-то Сыграть тебе на небах. А, но... Нам до луны Кто что скажет про нас? Мы хотим жить Прямо здесь И сейчас А жизнь похожа на сон Мы с ней поем, будем сон И загружая в альбом Ту-другую ставим, мы лайки А жизнь похожа на сон Мы с ней поем, мы не сон И загружая в альбом Ту-другую ставим, мы лайки Ту-другую ставим, мы лайки Ту-другую ставим, мы лайки Ту-другую ставим, мы лайки Хранители, вы тоже это видели? Уже третий класс, а все достойны Ну я, конечно, поспать люблю А давайте? А давайте Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Дальше 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 Хранители, остался всего один кит Ребята очень настойчивы Есть еще смельчаки? А сейчас проверим. Восьмой Г, приглашаем вас на сцену. Восьмой Г, приглашаем. Восьмой Г, приглашаем. Это таинственная звезда и целая плеяда блистательных героев. Апрель. На сайте лицея появляются списки зачисленных восьмой Г-класс. А сейчас самое интересное. Август. Первая встреча. Таинственные звезды появляются на перекличке. Сентябрь. Звезды перешли в новую галактику и адаптируются к новым условиям существования. Октябрь 2014-го! Пришло время раскрыться! Встречайте новые герои! Герои классического лицея! Восьмой Г! Продолжение следует... А у нас время модных советов! Никита, быть лицеистом — это, безусловно, модно, и плюсов этого не счесть. Вот, например, быть умным — модно, или в столовой суп свой съесть. Или, допустим, бегать быстро в футбол и в баскетбол играть. Или писать тетради чисто. И на уроках не болтать. Ну что ж, у наших современных героев правильное понимание смысла жизни. Надо сказать, что с ними будут работать учителя, обладающие сверхспособностями. И со многими из них наши герои уже познакомились. Ситуация на уроке физкультуры. А что происходит? А что происходит? А что происходит-то? А это у нас Анна Николаевна. Тысячу раз отжимается. Правда? Да вы еще не видели, как она 10 километров за 4 секунды пробегает. Красавчик. Модно быть спортивным, а также креативным. Ситуация на третьем этаже лицея. Что с вами случилось? Почему вы плачете? Мы не плачем, просто физика в глаз попала. Вы что? Вы что, не можете решить задачу с помощью ежиков и яблочек? Точно! Модно быть свободным, милым, беззаботным. Ситуация на уроке русского языка. Здравствуйте, дети! Сегодня на уроке мы попробуем расшифровать аббревиатуру ГКЛ. Например, городской классический лицейк. Что такое? Было одно слово, стало три. Пусть Настя отвечает. Какая? Любая. ГКЛ – это город красивых людей. Где куют легенды. Гражданский кодекс, любимый. Где купить лопату? Ну, я даже не знаю. Отвечайте. Гречку кушать ложкой. Говорите, девочки. Гуманитарный класс лучший! Это, конечно. Это, конечно, все правильно, но есть много других вариантов. Например, где кончается лето, где качается лодка, ну и, конечно, где кричит лисица. ГОВОРИТ НА КАНАЛ А что происходит? А что происходит? Кто-то получил пятерку на уроке истории. Мы идем посвящать его в рыцаре. Оба-на! А почему я один? Я с тобой. Модно быть оригинальным. И, конечно, музыкальным. А у нас музыкальная пауза. И, конечно, музыкальный. И, конечно, музыкальный. И, конечно, музыкальный. И, конечно, музыкальный. не подводить. У наших учителей фантастические способности. Но мы станем настоящими героями, если будем прилагать к этому усилия. Я думаю, нас ждет чудесное, незабываемое будущее и насыщенная лицейская жизнь. А зависит все от нас самих. Ну что, делаем шаг в волшебный мир лицея? Да! Все зависит от нас самих. Все зависит от нас самих. Ничего в мире нет такого, что не подвластно было нам. Все зависит от нас самих. Все зависит от нас самих. Ничего в мире нет такого, что не подвластно было нам. Сочиняй, уделяй, уделяйся, люби. Без сомнения встречай повороты судьбы. Смысл жизни ищи и в сомнениях любви. Помни, что ты сильнее, сильнее, сильнее любви. Выбирай только сердством своим и раскрашивай счастьем своим каждый миг. Без боязни, напротив, теченья плыви. Пробуй новое, свяное, помни, что здесь Всё зависит от нас самих, всё зависит от нас самих Ничего в мире нет такого, что не прогласно было нам Всё зависит от нас самих, всё зависит от нас самих Ничего в мире нет такого, что не прогласно было нам Ну что ж, хранители, последний сон Вас не будить, как уснёте? Ну как же теперь, будить? Мы тоже хотим рассказать о китах после всех снов Так и знал Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты 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 С днём рождения! С днём рождения! Ребята, слушайте, так 19 октября не только Сонин праздник, но и день рождения нашего восьмого Д. Ура! В самом деле, мы поручились уже почти два месяца, и сегодня станем настоящими лицеистами, ведь наше учебное заведение называется Городской классический лицей. Городской классический лицей Заполнить нужно каждое мгновенье, Но тебе здесь будет не всегда В посоленном учебном заведении В лицейском мрадстве есть цена труда, Да и есть те самые вновления, И сила воли здесь тебе нужна. Мобильность, мудрость необыкновенная, Пройдёшь ты испытание тогда, Учишь, правда, на своё мгновенье, Не думай о лицее свысока, Сюда поступишь, сам поймёшь, наверное, Звенит звонок, как пуля у виска, Запомнить нужно каждое мгновенье, 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 Прошло два месяца, а я, как староста, Смог проанализировать жизнь нашего класса И готов предоставить вам получившуюся статистику. Статистику говоришь? Давай послушаем. За семь недель прошло 148 учебных пар, И пять пар не состоялось. Кто-то опоздал 12 раз. Зато вместе мы провели 2439 весёлых минут. Мы получили 97 пятёрок по математике. И 43 двойки. А об этом можно было и умолчать. Хорошо, умолчим. Общий рост нашего класса 4291 сантиметр, Что приблизительно равно высоте 16-этажного здания. А сколько уже было разного рода споров, Дискуссий и поединков? Добрый вечер. В прямом эфире ток-шоу «Поединок» с Данилом Протасовым. Попытки найти мирный выход из конфликта в 8-м Д-классе Не приводят к ожидаемому результату. Все спорят над решающим вопросом. Кто круче? Физики или информатики? Уступки, на которые идёт учитель, Не устраивают обе стороны. Сегодня в прямом эфире будут представлены дебаты Участников двух профилей. На поединок вызывается Владимир Мирошин от «Физиков». На поединок вызывается Данил Агусев от «Информатиков». Итак, поединок начинается. Слово предоставляется Владимиру Мирошину. Я заявляю, что ФТ лучше, чем ЭТ, Так как мы делаем роботов. А роботы — это же наше будущее. Они будут ухаживать за нами, Девать трудную работу и много чего ещё. Мы круче, чем физики, Так как мы можем запрограммировать всё, А вы — ничего, ваши роботы без нас. Ничто, ничто. Но ведь создавать и конструировать роботов Намного интереснее, чем их программировать. Информатикой занимаются, Не только лишь программированием. Да ладно. Да, это веб-дизайн, мультипликация И создание 3D-игр. О, клянусь Энштейном, Да это же старо, как мир. А вот робототехника — Это шаги в будущее. Ага, ваши шаги в будущее ещё слишком малы. Всё, что вы можете сделать, Это только роботы-пылесосы. А мы вот на прошлом уроке робототехники Создали новые модели роботов. Не стоит забывать, что мы, айтишники, Запрограммировали этих роботов. Стоп, стоп. Вы смогли сделать что-то вместе? Да. А вот можно с этого момента поподробнее? Да, запросто. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . . Спасибо. . . . . . . . Спасибо. . 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 Хранители. Теперь то лицеисты готовы услышать легенду полностью. Лицейская жизнь. Лицейская жизнь стоит на четырех китах. Первый кит это блестящий ум. Это волшебные интеллектуальные возможности. Это то благодаря чему выпускники достигают высот по всему миру. Блестящие интеллектуальные возможности лицеистов стали уже легендой. Второй кит это творчество. Это новое открытие. Это способность и необходимость творить. Третий кит высокие цели и неутомимое стремление к мечте. И последний, четвертый кит это крепкая дружба, лицейское братство, вера и опора на всю жизнь. Но и это еще не все. Киты не существуют отдельно, их связывает некая нить. Все четыре кита говорили о том, что у лицеистов великая миссия перед собой, перед родными, перед страной. Лицеисты должны пронести китов через всю жизнь. Сны гласили, что поступив в лицей, вы берете на себя ответственность нести миссию лицеиста. Делать мир лучше, делать поступки справедливее, а мысли добрее. Прочувствовав принадлежность к каждому из китов, лицеист может создавать лучшую жизнь, ощущая свободу мысли. Если вы здесь, то значит вы готовы взять на себя такую ответственность. Так вперед! Дерзайте! Лицеисты! Теперь, когда вы прошли проверку, когда вы узнали, что такое лицей и почему это звучит гордо, мы можем начать наше посвящение. Но сначала давайте поблагодарим тех, кто поведал нам эту легенду, самую правдивую и самую настоящую легенду. Хранители! Спасибо вам! И, конечно, хозяин легенды! Спасибо, лицей! Я готов провести это посвящение с тобой! С удовольствием! Восьмиклассники! Пришло время становиться настоящими лицеистами! И перед торжественным и трепетным моментом посвящения мы приглашаем на эту сцену директора городского классического лицея Щербакову Марину Александровну! Добрый вечер! Добрый вечер, мои любимые коллеги! Добрый вечер, лицеисты! Добрый вечер, выпускники! Добрый вечер, родители и гости! Вот уже немножко времени осталось до окончания очередного, уже 25-го посвящения в лицеисты! 25-го праздника День лицеиста! И в этот день мы должны всегда помнить, что День лицеиста – это не только праздник, и, наверное, даже не столько праздник! Это еще один повод вспомнить о том, что лицей – это не просто образовательное учреждение, это стиль жизни. Стиль жизни, который невозможен без интеллекта и таланта, без творчества и дружбы, без взаимопомощи и великих целей, без мечты и планов на будущее. Стиль жизни, которого придерживаются выпускники и педагоги. Стиль жизни, которому постепенно начинают соответствовать девятые, десятые и одиннадцатые классы. Стиль жизни, с которым предстоит познакомиться вам, восьмиклассники. Вы родились на рубеже столетий. Вам неизвестен Горбачев и таксофон. Вы – информационных технологий, дети. Для вас игрушки заменил смартфон. Планшет для вас и ручка, и тетрадка. А фотки вы храните в Инстаграм. По скайпу позвонить – для вас в порядке. Чемпионат по доте нужен вам. АПЛОДИСМЕНТЫ В кафе придя, чекинитесь в Фосквеа. В ВКонтакте вы находите друзей. В кем-детках мамы все решат скорее, а в Вайбере общаться веселей. В подслушанно узнали о лицее. В подслушанно лицей о вас узнал. Но в жизни есть гораздо, гораздо лучше цели. Ведь жизнь гораздо лучше, чем под фотками лайков шквал. Иные вы, и жизнь у вас иная. Но нравственность, мораль никто не отменял. Ведь доброты и верности не зная, нельзя постичь лицейский идеал. Стремитесь лучше быть, стремитесь быть умнее. А инновации облегчат знаний груз. Тогда и век спустя не будет слов милее. Друзья мои, прекрасен наш союз! С праздником, дорогие классные руководители восьмых классов! Спасибо вам за те два бессонных месяца, которые вы провели. С праздником вас, дорогие восьмиклассники! С праздником лицеисты! И, конечно же, прежде чем перейти к самой-самой волнующей части нашего праздника, позвольте выразить слова благодарности Музыкальному театру Кузбасса имени Боброва, который вот уже много лет приветствует нас в своем замечательном зале. И наш праздник никогда не был бы таким ярким и запоминающимся, если не было здания Музыкального театра Кузбасса. Но, конечно же, стены — это еще не все. Самое главное в жизни — это люди. И давайте с вами поприветствуем тех людей, каждый из которых вложил свой вклад в данный сегодняшний концерт. Итак, все смотрим на экран. Музыкальному театру Кузбасса Музыкальному театру Кузбасса батюро oder бинеи Вельмония Imкальному театру Кузбасса Музыку Ученело в直 пойдет Субтитры сделал DimaTorzok Еще раз с праздником и пользуясь тем, что наш концерт должен транслироваться на нашем сайте, я передаю огромные приветы от всего лицея, всем лицеистам, которые сейчас находятся в Москве, в Питере, в Томске, в Новосибирске и в других городах и весях не только России, но всего мира. С праздником! С Днем Лицеиста! Спасибо большое, Марина Александровна. Восьмиклассники, внимание! Посвящение начать! Я быстро забывал обиды и крепко помнил благодеяние. Я был в высшей степени жаден до благородной дружбы и лелеял ее с величайшей верностью. Однако я удалился. Столь сильная была мне врождена любовь к свободе, что я всеми силами избегал тех, чье даже одно имя казалось мне противным этой свободе. С наибольшим рвением предавался я изучению древности. Старался жить душою в иных веках, продолжая любить настоящее. Может человек Один Только человек Когда Река экономики Внесет Несет Нас туда Где водопад Что Может человек Один Обычный человек Обычный человек Когда Звезды политики Нам говорят В борьбе за мир Внесет 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 Может человек Смотреть Внесет Может человек Нет только на себя Понять желание, магию Какие мы, такой мир, чего желать Что может человек знать Что тайная мечта Всегда, всегда, всегда Сбывается наяву А если так, то лучше знать, о чем мечта Лицеист Человек, который несет в мир мудрость, добро и идеи для его улучшения Лицеист Лицеист Это тот, кто всегда с горящим сердцем Лицеист Лицеист Обычный человек Понять Понять Как важен его масштаб. И за него извечный бой добра и зла. Дорогие восьмиклассники, у нас все готово для того, чтобы приобщить вас к братству лицея. Мы надеемся, что на эту сцену вы подниметесь с глубоким пониманием всего смысла этого посвящения. Восьмой А. Просьба подняться на сцену. Восьмой Б. Мы ждем вас на этой сцене. Восьмой Г. Ваша очередь. Восьмой Г. Приглашаем вас. Восьмой Г. Сцена ждет вас. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Давайте еще раз поддержим ребят бурными аплодисментами. Теперь, когда вы получили свои граниты науки и символы причастности к братству лицея, вам осталось дать нам обещание. По традиции, для произношения клятвы лицеиста мы приглашаем на сцену будущего выпускника. Одного из тех, кто заслуживает звание настоящего лицеиста. На этот раз мы приглашаем председателя городского штаба детского движения «Мы и время». Призера Всероссийской Олимпиады, призера международного вокального конкурса Шлемину Софью. Помимо восьмиклассников, в этом году к нам поступили лицеисты старших классов. Для произношения клятвы тех, кто не принимал посвящение, просьба встать. Сегодня мы принимаем торжественную клятву. Мы верим, что истинное образование есть не только образование ума, но и сердца. И потому клянемся жить, опираясь на любовь и добродушие. Клянемся жить, избегая равнодушия. Клянемся! Клянемся пронести верность лицейскому братству через всю жизнь, как бы она ни сложилась. В бедности и богатстве, во взлетах и падениях. Клянемся! Клянемся! Пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы. Клянемся! 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 Лицей, лицей, опять звучит лицей, оно почти исчезло. Слово «это» Оставшись от великого поэта, да на страницах пыльных словарей, а жизнь идет все круче и быстрей. И надо не остать, не растеряться, и человеком главное остаться. Поэтому, да здравствует лицей, Лицей! Да здравствует голов великих труд, Пусть будет верным спутником в учении, Лицей, прошедший с улицы весенней, Лицей во глубине сибирских рук. Мы станем образованней смелей, И жизнь нам не покажется рутиной, И пусть нам будет целый мир чужбиной, Отечеством останется лицей, И пусть не будет тяжким знаний, И не дай бы событий привыкнуть, Пусть каждый сможет, встретившись, воскликнуть, Друзья мои, прекрасен наш союз! Друзья мои, прекрасен наш союз! Да, да! Лицей! С днем лицеиста! Просим вас пройти в фойе для создания памятных фотографий! До новых встреч на этой сцене! Все зависит от нас самих, Все зависит от нас самих, Ничего в мире нет такого, Что не подвластно было в нам. Все зависит от нас самих, Все зависит от нас самих, Ничего в мире нет такого, Что не подвластно было в нам. Сочиняй, удивляй, удивляйся, люби, Без сомнений встречай повороты судьбы, Смысл жизни ищи, и в сомнениях любых помни, Что ты сильнее, сильнее, сильнее люби Выбирай только сердцем своим И раскрашивай счастьем своим каждый миг Без боязни напротив течения плыви Пробуй новое светлое, помни, что здесь Всё зависит от нас самих Всё зависит от нас самих Ничего в мире нет такого, что не подвластно было нам Всё зависит от нас самих Всё зависит от нас самих Ничего в мире нет такого, что не подвластно было нам Никогда не сдавайся, забудь о ничьих И для этого есть сотни тысяч причин Полыхай и искри, словно звёзды в ночи Обязательно птицу мечту распешить получив Доверяй только чувствам своим Оставайся собой, а не кем-то другим Если просят о помощи, то помоги Если силы кончаются, помни, что здесь Всё зависит от нас самих Всё зависит от нас самих Ничего в мире нет такого, что не подвластно было нам Всё зависит от нас самих Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok